Здравствуйте! В эфире Забеба Ньюз. На этой неделе в Днепропетровске. Чего только не повидал новый горсовет в этой каденции. Тут вам и громадская сила выходила, и оппозиционный блок прогуливал, и укроп собирал-собирал да не собрал. А в этот раз и вовсе сама помощь бежала, набила всем встречу на понедельник и... Никто не пришел. Не смогла попасть в сессионный зал. Вообще никого нет. В общем, в 10 утра под дверями сессионного зала горсовета произошла нешуточная заруба. Депутаты самопомощи пытались попасть в горсовет, подозревая, что внутри кто-то есть. Но директор КП, который отвечает за открытие сессионного зала, ключи из кармана упорно доставать не хотел. Так просто открытие не имею права. Ну как открыто? Вы хотите, чтобы сессионный зал был все время открытый? Зато в это время пришла эффектная блондинка в шубе по имени Оксана. Здравствуйте. 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 И все вопросы элементом порешала. Да, Саша, открывай, конечно. Спасибо, Александр. Но внутри депутатов тоже не оказалось. Прозвучал гимн, за сиськи подержались, да и разошлись. На подходе Новый год вовсю ставят елки. То возле обл. администрации, то на площади Героев Майдана, а то и вообще где попало там на всяких жилмассивах. С мест сообщают, что в этот раз мы тоже купили гирлянд на 1,3 миллиона гривен. А где прошлогодние, ребята? Но не это главное. Рядом с новогодними елками, как грибы из-под земли, начинают расти ларьки, в которых любой желающий сможет купить себе стаканчик глинквейна гривен за 30. Или там, например, бутерброд гривен за 50. Главный вопрос, который нас занимает. А случайно вот эти елки не являются ли рекламной конструкцией для вот этих вот ларьков? И кто пилит дешевты с установки этих самых ларьков? От Управления по организации контроля благоустройства объектов сферы отдыха, потребительского рынка и защиты интеллектуальной собственности. Есть такое КП в нашем городе. Отчиталось, что заработало аж на 301 тысячу гривен в 2015 году. Много это или мало? На Забебе там все написано. Глубокая мысль. Есть мнение, что за елочки должны платить те коммерсы, которые сидят в этих ларечках. Потому что для них эти елки это рекламные конструкции. При чем тут город? Хорошая новость. На днях заработает переход над проспектом газеты Правды. Вилку, булавка. Казалось бы, при чем здесь филатов? А не при чем. Но суть не в этом. Переход получился хороший. И мы там уже побывали, все посмотрели. И точно знаем, как он будет работать. На той стороне этой коляски, специально для инвалидов. Переедет, на той стороне его пустят. Начался традиционный декабрьский ремонт дорог. Каждый год в декабре мы стремительно пытаемся потратить те деньги, которые должны были тратить в течение всего года на ремонт всех этих самых дорог. Но, как правило, что-то мешает. В этот раз сильно растянулись тендеры. ООО УПС, которая в итоге в тендере победила, помимо прочего имеет предъяв на 220 лямов гривен от того же самого горсовета. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ООО ОБУЛСОВЕТ СФОРМИРОВАЛ КОАЛИЦИЮ. ДОГОВОРИЛИСЬ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ, ДОГОВОРИЛИСЬ КАСАТИКИ, БЫВШИЙ ЗАМ ГУБЕРНАТОРА ПРИГУНОВ ГЛЕБ СМЕНИЛ НА ПОСТУ ГЛАВЫ ОБУЛСОВЕТА ГОСПОДИНА УДОДА Все будет хорошо. Да и вообще там все в порядке, бюджет практически есть. Ну, правда, во всех городах, кроме Днепропетровска и Кривого Рога. Но все равно облсоветы работают лучше, чем у наш городской. До службы по рятунку 101 міста Днепропетровска надійшло повідомлення про те, що у Соборному районі на проспекті Карломакси 33 вже ціли до буси від кіт, який не сміг самостійно злісти з видівським магазином рівного другого поверху. Небайдуже перехожі та мешканці сусідних будинків викликали рятувальників. Про це повідомили у пресслужби ГУДСНС України в Днепропетровській області. За допомогою спеціальної дробини палки співробітники служби по рятунку зняли тварину. Кіт, господарів яких не виявлено, був дуже наляканий та не схотів залишати рятувальників. Тому співробітники НСНС тимчасово забрали тварину до першої державної пожежної рятувальної частини міста Днепропетровська. Рятувальники просять господарів відгукнутися та забрати своєго улюбленця. От би всі новости в городі були такими, як ви вважаєте? От це б ми зажили, а? Вот і все главні новости цієї неділи. До нових встреч! Дєда, не трогай, не трогай! Дєда, я тебе говорю, мой дєд! Дєда, не трогай!